Это книга Сахих Аль-Бухари. Конечно же, его светлый спасланник Аллаха, саллаллаху алейхи в алейхи в ассалям, не совершал попыток самоубийства. Это все клевета и романтические истории из Сахих Аль-Бухари. Ауду билляхи мина шейтани раджим бисмиллахи рухмани рухим ва бихина стаин вах ваххайру насырин вамуин. Вассалату ассаламу аля саиду ламбияю аль-мурсалин ва аля алих тайбин аль-тахирин аль-масумин ва ла анату даимату аля адаихи мажмаин и ла киям яуми дин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракяту, дорогие братья и сестры. Это книга Сахих Аль-Бухари. Важнейшая книга в сунницком учении. Важнейший и достовернейший сборник хадисов в сунницком учении. И в этом сборнике содержится очень важный и значимый поклеп и наговор и клевета в адрес его светлости посланника Аллаха салаллахи ва алейхи ва алейхи ва салам, наилучшего из творения Аллаха. Клевета, которая кардинальнейшим образом меняет наше представление о его светлости посланники Аллаха салаллахи ва алейхи ва алейхи ва салам. И печальнее всего то, что эта клевета считается признанной версией образа его светлости посланника Аллаха салаллахи ва алейхи ва алейхи ва салам в сунницком учении. Давайте обратимся и посмотрим, что говорится в этом хадисе, в котором наговаривается на его светлость посланник Аллаха салаллахи ва алейхи ва салам. Это издательство Шарикатуль-Отс, страница 1400-я, книга Китаб-Ут-Табир, книга толкования снов, и первый раздел в этой книге, раздел, который посвящен началу посланнической миссии его светлости посланника Аллаха салаллахи ва алейхи ва алейхи ва салам. В этом разделе содержится всего один хадис под номером 6982 в данном издании. Предание, как вы видите, довольно-таки большое, и передается это предание от супруги его светлости посланника Аллаха салаллахи ва алейхи ва алейхи ва салам от Аиши. В этом предании говорится о том, что когда его светлость посланник Аллаха салаллахи ва алейхи ва алейхи ва салам впервые получил откровение от Всевышнего, он был в смятении, он был испуган. И в страхе вернулся домой к своей супруге, ее светлости Хадиджи саламу алейхи ва алейхи ва алейхи ва алейхи ва алейхи, попросил её укрыть себя, она укрыла его. Он сказал, «Кад хашииту аля нафси» — «Я боюсь за себя». То есть, получив первое откровение, его светлость посланника Аллаха вернулся домой, испуганный, напуганный, в смятении, и обращаясь к своей любимой супруге, говорит «Кад хашииту аля нафси» — «Я боюсь за себя», «У меня страх за себя». И тогда ее светлость Хадиджа начинает его утешать и успокаивать, и говорит о том, и говорит, что «Фа в Аллахе ла юхзи к Аллаху абада» — что «Клянуйся Аллахом, Всевышний никогда тебя не опозорит», что «Клянуйся Аллахом, Всевышний никогда тебя не унизит». Она утешает его светлость посланника Аллаха, согласно этому Хадису. И далее перечисляет его достоинства. Его достоинства, из-за которых Всевышний не должен был его позорить и унижать. И далее говорится что Хадиджа направилась вместе с ним к некоему человеку по имени Варака ибн Науфал. И этот человек, Варака, был двоюродным братом Хадиджи. И он был мужчиной, который принял христианство во время Джахли, доисламский период. Что он знал книги, Ветхий Завет знал и переписывал, и даже более того, переводил Ветхий Завет на арабский язык. Переводил то, что было угодно Аллаху. И он был довольно-таки пожилым старцем, который к тому же и ослеп. И Хадиджа сказала ему Варака Исма мин ибн Ахийки Сказала, послушай, что говорит твой племянник. Имеется вводит его светлость посланник Аллаха. И тогда его светлость посланник Аллах пересказал ту историю, которая с ним случилась. И тогда Варака сказал Что это тот самый ангел, который был ниспослан Мусе. О, если бы я был бы жив, когда твое племя будет изгонять тебя. Они будут изгонять тебя, говорит Варака. И Варака говорит, что ни один человек не приходил до сих пор с тем, с чем пришел ты, чтобы не быть изгнанным, преследуемым. И Варака говорит, что если я застану тот день, то я буду из твоих помощников. То есть, обратите внимание, что здесь привлекает наше внимание. Посланник Аллаха, получив самое первое откровение, обретает страх, начинает бояться и находится в смятении, в растерянности. Приходит домой, говорит своей жене, что боится за себя. Его жена его успокаивает, его учешает. Потом берет своего супруга и отправляется к своему двоюродному брату, который убеждает его святость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи в алейхи в алейхи в салям, что он является посланником, что он является пророком, что тот, кто явился ему с откровением, является посланником Аллаха, что является ангелом, который в свое время явился Мусе. То есть сам Аллах и посланник Аллаха в лице ангела Джибрииля не смогли убедить его светлость посланника Аллаха в том, что он является посланником Аллаха. И на секундочку обратите внимание, посланническая миссия его светлости посланника Аллаха является одной из важнейших пунктов исламского учения. После того, как мы утверждаем о том, что нет Бога, кроме Аллаха, мы утверждаем о том, что Мухаммад является его посланником. То есть это важнейшее положение, важнейшее положение в исламском учении. И сам посланник Аллаха в алейхи в алейхи в алейхи в салям согласно этому хадису, согласно этой клевете из Сахих Бухари не верил в это важнейшее положение исламской религии. Не верил в свою собственную посланническую миссию, боялся. Чего он боялся? Боялся, что откровение ему не спослается ни от Аллаха, а от кого-то еще. И здесь мы что видим? Мы видим, что хадиджа его утешает. Хадиджа его уверяет в том, что это нет, это послание от самого Аллаха. Что Аллах не позволил бы тебе оказаться в подобном бедственном положении. А потом идет вместе с ним к своему двоюродному брату, который является старцем, который изучил и знает прежние книги, книги прежних религий, который также начинает убеждать его в том, что он является пророком. И только после этого его светлый посланник Аллаха, якобы уверовал в том, что он является посланником Аллаха. И здесь возникает резонный вопрос. Если человек сам самостоятельно не способен убедиться и уверовать в то, что он является посланником Аллаха. Если само откровение, и сам ангел, и сам Всевышний не способны его убедить в том, что он является посланником Аллаха. Если он в этом нуждается в каких-то людях, в посторонних людях, которые убеждали бы его, утешали бы его и уверяли бы его в том, что он является на самом деле посланником Аллаха. То как подобный человек может кому-то проповедовать это свое учение? Кому-то может проповедовать то, что он является посланником Аллаха, ибо он сам в это не уверовал. Ему самому необходимо в это уверовать. И уверовал он в это благодаря обычному человеку, обычному старцу, который не является ни ангелом, ни пророком. Просто обычный человек. Это одна клевета в этом большом и длинном хадисе. Одна очень важная и меняющая наш взгляд на Ислам и на его пророка. Хадис и клевета. И далее в данном хадисе говорится что откровение на какое-то время прекратилось. То есть его святый спасанник Аллаха получил первое откровение, засомневался, не уверовал в это откровение. Люди вокруг него убеждали его в том, что он получил на самом деле это откровение. Но потом это откровение, как говорится здесь, на какое-то время прекратилось. И так долго это длилось. То есть настолько долго длилось отсутствие откровения, что его святый спасанник Аллаха якобы впал в депрессию. Настолько сильная была депрессия у его святого спасанника Аллаха якобы Настолько сильная депрессия была у его святого спасанника Аллаха, что он неоднократно совершал попытки суицида. Что он неоднократно совершал попытки сбросить себя с вершины горы. И каждый раз, когда он поднимался на вершину горы, чтобы сбросить себя оттуда, перед ним появлялся ангел Джабриил. То есть посланник Аллаха согласно этой клевете еще и был суицидником. И почему же он не покончил своей жизнью? Почему же он не сбросил себя с вершины горы? Потому что каждый раз говорится в этой клевете на посланника Аллаха, что каждый раз, когда он поднимался на вершину горы, чтобы сброситься оттуда, перед ним появлялся Джабриил и уговаривал его не делать этого. Останавливал его от самоубийства. И вся эта клевета является убеждением суннитского учения. К величайшему сожалению, является одним из хадисов из Сахиха-ль-Бухари, который является достовернейшим сборником хадисов в суннитском учении. Обратите внимание, Аллах в священном Коране говорит, Согласно этому аяту, поминание Аллаха придает человеку спокойствие и уверенность. И величайшее из поминаний Аллаха, коим является священный Коран, откровение, неспосланное на сердце его светлости посланника Аллаха, не только не придало непосредственному и главному своему адресату, то есть его светлости, пророку Мухаммаду с.а.в. спокойствия и уверенности, но более того, обратила его светлость Мухаммада с.а.в. в смятение, неуверенность и сомнение. И в другом аяте Священного Корана Всевышний говорит То есть откровение, неспосланное на сердце его святлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи вассалям, предает верующим людям еще больше веры. Но, согласно этому хадису, этой клевете Исахиха Аль-Бухари, откровение Всевышнего не только не предало веры, сей едуль муменин, господину верующих, и главному верующему, наилучшему из людей, наиумнейшему из людей, но и более того, вселило в него сомнение. Этот хадис и эта клевета Исахиха Аль-Бухари еще больше унижает откровение от Аллаха, Священный Коран, тем, что для наилучшего из людей некий слепой старец был убедительнее, чем откровение от самого Всевышнего Аллаха, чем слово самого Всевышнего Аллаха. И, конечно же, это страшнейшая клевета на его светлость, посланник Аллаха, ибо дело обстояло совершенно иначе. Посланник Аллаха с первого дня получения откровения никогда ни на мгновение, ни на секунду, ни на доли секунды не сомневался в своей посланнической миссии. Конечно же, его светлость, посланник Аллаха, не совершал попыток самоубийства. Это все клевета и романтические истории Исахих Аль-Бухари. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракяту.